Очень важно видеть общую картину истории человечества, потому что до того, как люди научились писать, был огромный период доисторических или первобытных времен. Homo sapiens, человек разумный, лишь последнее звено в цепи, которое уходит в прошлое примерно на 5 миллионов лет. Так далеко мы заглядывать не будем, но я хотела бы поговорить о термине гоминиды. Это семейство, включающее и современного человека. Гоминид означает «человекообразный», семейство человекообразных. Оно, в свою очередь, подразделяется на гомининов и пангинов. Здесь у нас род Понга, то есть орангутанов. А это подсемейство делится на горелине и гоминини. В горелине входят гориллы, а гоминини снова подразделяется. На род Пан и род Хомо. В род Пан входят шимпанзе и бонобо. А Хомо в переводе с латыни — человек. Вот к этому роду как раз и относимся мы с вами. Но сегодня я хочу поговорить вот об этой ветве эволюции. Но как произошел переход от гоминини к роду Хомо, а затем и к современному Homo sapiens, то есть человеку разумному. И вот это ответвление, когда у нас был общий предок с современными шимпанзе, случилось около 5 миллионов лет назад. Изначально это были существа, похожие на обезьян, которые жили на деревьях. Палеонтологи смогли восстановить их рацион, и в основном они питались фруктами. Передвигались на четырех конечностях, перенося часть массы своего тела на кулаки, как современные гориллы и шимпанзе. И в какой-то момент эти древесные обезьяны спустились с деревьев и стали передвигаться уже на двух ногах вместо четырех лап. Это называется бипедализм. Би означает два, а пес – нога. Изучение древних представителей гоминини показало, что их рацион не сильно изменился, когда они спустились с деревьев. По станкам зубов ученые выяснили, что они ели орехи, разные семена и фрукты. Но почему же они спустились с деревьев? На этот счет есть так называемая саванная гипотеза или гипотеза оридности. Оридность – это такой научный синоним засухи. Согласно этой теории, произошло некое изменение климата, в результате которого резко уменьшилось количество деревьев в той части Африки, где жили предки человека. Поэтому протелюди слезли из деревьев и освоили прямохождение. И самый наглядный пример этого процесса – Афарский австралопитек. Австралийс означает «южный», Питекос – «обезьяна», Афарский – от региона Афар на территории современной Эфиопии, где был найден первый представитель этого вида. Самый известный Афарский австралопитек – это женщина по имени Люси, обнаруженная в 1974 году. Считается, что ей около трех миллионов лет. В продолжении истории развития человека давайте посмотрим на три разные формы черепа, из трех разных исторических периодов. Слева у нас эфиопский парантроп. Его остатки были обнаружены в Эфиопии, а возраст их составляет около 2,5 миллионов лет. Здесь Homo erectus – человек прямоходящий. Они жили от 2 миллионов лет назад до 700 тысяч. А вот это Homo sapiens, представитель которого появился около 130 тысяч лет назад. А теперь я расскажу вам о различиях между этими формами черепа и о том, что они говорят нам о развитии человека. Эфиопский парантроп был бипедальным. Он передвигался прямо на двух ногах. Но по форме черепа мы видим, что его рацион очень сильно отличался от современного человека. Я объясню, почему. Вот этот выступ на макушке черепа называется сагиттальный гребень. Он существует для того, чтобы крепить к нему вот эти мышцы, так называемые височные мышцы. Это одна из двух основных мышц на лице человека, участвующих в процессе жевания. Вторая, собственно, жевательная. Она находится вот здесь. Чем же питался эфиопский парантроп, если ему потребовалась такая огромная штука на черепе, в которой бы крепилась столь же огромная височная мышца? Наверное, он ел что-то очень твердое, что приходилось долго пережевывать. У людей тоже есть височная мышца. Она находится вот здесь. Если у вас от долгого жевания жвачки заболела голова, это на самом деле мышечная боль, которая возникает из-за усталости височной мышцы. У нас есть эта мышца. А жевательная мышца находится вот здесь. Но здесь я хочу показать разницу рациона в зависимости от формы черепа. Обратите внимание, у Homo erectus уже нет сагитального гребня, разве что небольшой выступ на месте соединения пластин черепа, у которого уже нет функции крепления этих мышц. Что-то произошло между эфиопским парантропом и Homo erectus. И мы знаем, что это было появление орудия и огня. Homo erectus, представитель триба-гоминини, научился создавать каменные орудия и разводить огонь. Не только разводить, но и использовать. Подумайте сами, почему огонь так важен? Первая причина – калории. Можно сделать богатые крахмалом корнеплоды более калорийными. На огне крахмал превратится в лучше усваиваемые организмом сахариды. Если взять, например, корни маниока, то на огне они станут более съедобными. Тот, кто использует огонь, с меньшей вероятностью умрет от голода. У него больше выбора пищи. Во-вторых, огонь убивает паразитов. Если вы едите сырое мясо, убитого на охоте оленя или кабана, в нем могут быть черви, о существовании которых вы даже не подозреваете. Но если вы разрежете мясо на кусочки и пожарите его, то огонь убьет большинство паразитов. То есть огонь способствовал тому, что пища стала менее опасна для здоровья. Третий пункт, наверное, самый очевидный. Огонь согревает и оберегает ночью, а также отпугивает диких животных. И вот мы подошли к человеку разумному. У него есть орудие, есть огонь. И есть еще одна вещь – язык общения. И благодаря вот этим трем факторам человек разумный смог развиваться дальше и стать современным человеком. Перед вами карта миграции древних людей. Первые Homo sapiens заселили Африку за 500 тысяч лет. Но около 100 тысяч лет назад люди пришли в Евразию и начали двигаться в сторону Европы, Азии и Индии. Причем, минуя большую часть территории современных России и Китая, потому что на тот момент здесь все было покрыто льдом. Люди заселили индийский субконтинент около 70 тысяч лет назад. Затем они перешли в Юго-Восточную Азию и в итоге порядка 50 тысяч лет назад оказались в Австралии. Затем в Новой Гвинеи – около 30 тысяч лет назад. И потом в Микронезии – около полутора тысяч лет назад. И затем уже добрались до современной Новой Зеландии. Я указываю названия стран, которые сейчас находятся в этих местах. Но это исключительно для того, чтобы нам было проще ориентироваться. Около 25 тысяч лет назад человек отправился заселять Евразийскую степь, а затем пересек Беринга в пролив, либо прошел по льду, либо на лодках, и оказался в Северной Америке. Это случилось около 15 тысяч лет назад. Затем люди шли дальше вдоль побережья и таким образом быстро заселили Центральную и Южную Америку. Это случилось 14-15 тысяч лет назад. Итак, розовыми стрелками я показала миграцию человека разумного. Но были на нашей планете и другие гоминиды. Голубым цветом я отметила неандертальцев. Это еще один вид людей. Итак, розовый – Homo sapiens, а голубой – Homo neandertalensis. Но, несмотря на многочисленные исследования, у ученых осталось еще множество вопросов, на которые они еще точно не знают ответа. Например, мы точно не знаем, почему человек около 200 тысяч лет назад вдруг начал заселять Африку. И почему 100 тысяч лет назад несколько групп покинули Африку. Мы можем предположить, что, возможно, это связано с истощением ресурсов или, возможно, случилось что-то еще. Мы также точно не знаем, что послужило причиной тому, что наши предки слезли с деревьев и стали передвигаться на двух конечностях. Как они это сделали? Им помогли изобретательность и удача? Или же первобытные люди придумали способ друг с другом общаться и формировать сложные социальные группы? Ведь нельзя снарядить флот и отправиться в Австралию или проплыть вдоль Америки без возможности общения. Чтобы преодолевать препятствия окружающей среды, требуется общение и совместная работа. Прямохождение, разведение огня, изготовление орудий из камня и дерева. Благодаря этому всему человек смог заселить почти все уголки на Земле, за исключением полюсов, и шагнуть на новую ступень развития. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них постараемся ответить. Продолжение следует...